В целом идея этой презентации возникла из-за того, что в Беларуси часто приходят менты на презентации и задерживают людей. И была идея, что в принципе можно использовать это виртуальное пространство для того, чтобы проводить больше мероприятий каких-то совместных, которые не стоят больших денег, и при этом вот эта вероятность накрытия за счет децентрализации опускается вниз. Плюс проводится очень много мероприятий в различных городах по Европе и в США, которые как бы в физическом пространстве находятся и не уходят в интернет. Но мероприятия довольно интересные различного толка. И попробовать тоже как бы дигитализировать эти мероприятия таким образом, чтобы людей мотивировать делать какие-то лайвстримы и так далее, каких-то презентаций там, я не знаю, Чомского и так далее, чтобы не только люди, которые на этом мероприятии находятся, но и люди, которые где-то сидят там в Москве, Петербурге, Минске, могли тоже послушать какого-то человека или задать ему там вопросы собственной квартиры, либо собраться вместе где-то сидеть там и точно так же реагировать на эти мероприятия. Вот такая идея. Посмотрим, как это получится. В этот раз не особо много людей получилось в целом. Возможно, стоит поменять немного к этому момент мобилизации, но будем учиться смотреть, что как. Вот такие дела. Меня зовут Иван, как я уже сказал до этого. Я анархист из Беларуси, который переехал на какое-то время в Германию. И последние 4 года здесь обитаю. За эти 4 года познакомился с местными различными сценами, можно так сказать. И было интересно передать свой собственный опыт людям дальше. Потому что в свое время, на самом деле, в собственном опыте было ощущение, когда путешествуешь через Германию, какого-то там вау и так далее. Такого небольшого на самом деле потребления культуры. И через продолжительную жизнь здесь пришло немного другое понимание того, что здесь происходит. Вот. Момент технический. Оп. Отлично. Так. У нас есть небольшой план на сегодня. Германия, Восток, Запад. О разделении того, что сейчас происходит в Германии. Политическая позиция в ГДР. То есть небольшая историческая справка по поводу падения стены и того, что происходило в Германии в 90-е. Я сразу скажу, я не какой-то крутой историк или там пишу диссертации по этому вопросу. Больше знаю об этих вопросах именно из рассказов людей в регионе. Плюс антиглобализм и антифашизм в это же время, 90-е, 2000-е. И уже потом современные движения автономов, радикальные левые в Германии, анархисты. И в конце будет небольшая возможность посидеть и поговорить друг с другом. Вот. Такие дела. Германия, Восток, Запад. Я думаю, историю все учили и помнят, что после Второй мировой войны Германию разделили на две части. И у меня, когда я еще рос, почему-то Восточная Германия предполагала, что занимает половину Германии. На самом деле регион был относительно небольшим. Восточная Германия составляет из себя, вот как вы можете увидеть на картинке, пять земель плюс Берлин, который является отдельной землей. И после развала ГДР вот эти земли были интегрированы как бы в состав ФРГ и сейчас представляют такое типичное стереотипное представление о том, что такое Восточная Германия. Восточная Германия отличается довольно, ну, можно так сказать, сильно, если смотреть внутри Германии в целом, в первую очередь экономическим планом. То есть начнем с того, что зарплаты на Востоке намного ниже. И вот, например, на моем собственном опыте западные фирмы нанимают людей в Восточной Германии и отправляют их потом работать на запад. То есть ты получаешь работу на Востоке, у тебя зарплата заниженная и работаешь ты все равно на западе. Для западных фирм это представляет большую выгоду, нежно нанимать местных рабочих. Вот. То есть такая миграция, которую не только поляков везут в Германию, но и с Восточной Германии рабочих везут в Западную Германию. А западные немцы едут в Швейцарию. То есть такого плана. Плюс экономическое развитие в Восточной Германии все еще продолжается в плане восстановления после ГДР. Многие фирмы были выкуплены либо объявлены банкротами после развала. И это повлияло на в целом инфраструктуру городскую. То есть многие города, например, в Восточной Германии в свое время были построены вокруг какого-то одного большого предприятия. Это предприятие обанкротилось и сегодня есть города, в которых там уровень безработицы приближается к 20-30% из-за того, что городообразующие предприятия были развалены. Вот. Помимо этого есть специфический менталитет. Менталитет, понятное дело, у людей, которые старше там 20-30 лет. Менталитет такого типа совкового немного формирования. То есть люди все равно смотрят на мир, так если сказать, ближе к белорусскому-российскому представлению, нежели западно-германскому. Вот. Помимо этого уровень ксенофобии довольно высок из-за того, что в свое время в ГДР-то ксенофобии не было. И вообще в Восточном Блоке ксенофобии не было, с иронией, можно так сказать. В результате, после того, как развалился Советский Союз, развалился Восточный Блок, мы можем увидеть такую же тенденцию, как и была в России или в Белоруссии, где в 90-е выросло очень много различных нацистских групп. Вот. Что касается оппозиции, в последние годы ГДР, то есть до падения стены, в оппозиции находилось довольно много различных групп. Одними из ключевых являлась церковь, в которой проходили различные собрания, там, например, либеральный оппозиционный групп. Либо сама церковь представляла какую-то повестку, которая шла в противовес к правительству ГДР. Интересно тут упомянуть тот факт, что в ГДР режим на самом деле был довольно мягкий, можно так сказать. Вполне можно это связать с тем, что довольно близко было к Западной Германии и к западному миру, можно так сказать. То есть цензура была сложнее применить. Вот. И как бы из тех рассказов, которые мне люди, например, упоминают постоянно, в ГДР в свое время было там, например, и социалистические группы, которые представляли оппозицию правящей партии, которые говорили о том, что нам необходим настоящий социализм, а не то, что нам представили в формате Восточного блока. Вот. И интересно то, что в последние годы в ГДР были также анархические группы. Понятное дело, было такое подполье, в котором печатали там сами сдаты и распространяли среди своих каких-то небольших групп. Но помимо этого были и группы пацифистских анархистов. К примеру, все знают историю бомбежки Дрездена, когда там убили 30 тысяч человек, эти 30 тысяч человек возросли до 300 тысяч человек и так далее. Вот. В пропаганде. И в 80-х именно анархисты начали протестовать как бы в память о тех жертвах против войны, говорить о том, что это была ужасная трагедия. Вот. Именно в Дрездене. И, как некоторые из вас могут знать, в конце концов, этот анархический изначально протест превратился в одну из крупнейших нацидемонстраций в Европе. В 2009-м они привлекли там 5000 человек. И понятное дело, что формат тоже поменялся. Вместо анархической какой-то антивоенной перспективы появилась перспектива такого типа жертвенного нацистского... ...нацистской жертвенности, мол, эти западные союзники бомбардировали Дрезден, убивали здесь людей миллионами и так далее. Вот такая интересная история. Да. Что касается падения стены и 90-х, тут тоже интересная история. Стена допала с протестами. И протесты в Восточной Германии проходили в различных городах. Кто-то называет, например, Лейпциг. Лейпциг, столица этих протестов, кто-то Берлин, кто-то там говорит о том, что в Дрездене тоже были протесты. Тут важно упомянуть, что протесты происходили из довольно различных групп. Одни группы были, понятное дело, джинсы-бананы, западная музыка, то есть довольно такое примитивное требование. С другой стороны, оппозиционные какие-то группы, которые призывали к строительству, опять же, настоящего социализма. То есть люди, которые там научили, что такое социализм через школу или через университеты, вдруг начали понимать, что надо что-то менять. Эти группы выступали за довольно жесткую линию не уничтожения ГДР и присоединения к ФРГ, а наоборот усиления как бы позиций ГДР в плане, что вот сейчас мы построим настоящую социалистическую республику, и тогда ФРГ поймет, что как это круто, и будет революция на Западе тоже. Эта позиция проиграла, в результате, как мы можем знать, ГДР развалилась. ФРГ стала одной большой страной, и в период в начале 90-х была вспышка просто ксенофобии и национализма. С одной стороны, был триумф вот этой немецкой идентичности, что мы, наконец, вместе, мы единая нация, как это было до этого. С другой стороны, был, опять же, вопрос ксенофобии в Восточной Германии из-за того, что ксенофобия или там расизм, например, не воспринимался в ГДРовским правительствам как какая-то угроза. Авторитарный режим пал, и в результате все эти предрассудки вылились на улицы. И в 90-х было несколько погромов крупных против Рома и каких-то других миграционных групп, которые находились в это время в Германии. Погромы в свое время привели к росту антифашистского движения. Помимо этого, проводилась после падения сцены так называемая интеграция Востока в ИРГ. Что такое была интеграция? Это огромное количество политиков, какие-то фирмы, которые ломанулись на Восток. Политики, понятное дело, для трансформации политической системы. Всякие фирмы, понятное дело, для выкупа и всяких манипуляций. И превратилось это, в принципе, в такой хаос, который длится в сегодняшний день. То есть, как я говорил до этого, есть регионы, в которых вот эта интеграция Востока в ИРГ так и не произошла. Люди потеряли очень многое и в целом не смогли интегрироваться в новое общество. В том числе различные люди, которые работали на каких-то заводах, не смогли переинтегрироваться, я не знаю, переучиться на какие-то новые профессии и так далее. Вот. Что касается того, что происходило в 90-х, помимо всего прочего, помимо всех движений, которые были, была огромная волна сквотирования. Связано это было с тем, что ГДР был довольно успешной страной. Что это значит? Значит, что экономика была в довольно отчаянном положении. Огромное количество пустующего жилья. И после падения стены огромное количество субкультурных каких-то, какой-то молодежи увидело эти возможности. Начало переезжать с запада на восток. Но, с другой стороны, также люди, которые жили на востоке, то есть какие-то панки, какие-то минимальные анархопанки и так далее, увидели возможность сквотирования и тоже начали сквотировать здания. В различных городах это приняло различные форматы, но стали формироваться такие контркультурные райончики, в которых люди там организовали, например, подпольные бары, подпольные какие-то концертные здания и так далее. Все это продлилось относительно долго, можно сказать, до конца 90-х, после чего немецкое правительство приняло такую интересную политику, как бы разделяя властвуй, где определенным проектам предлагалось легализироваться, предлагались контракты, которые позволяли людям, например, жить в доме за 1 евро, следующие 30 лет. С другой стороны, более радикальным проектам, которые не соглашались на какие-то компромиссы с правительством, этим проектам, ну, против этих проектов применялось насилие, против этих проектов применялось выселение и так далее. В результате как бы этого разделения, те люди, которые легализовались, они, в принципе, не были заинтересованы в том, чтобы мобилизироваться для защиты каких-то более радикальных сквотов, так сказать. Вот, в результате 90-х, в 90-х разделяя властвуй политики, сегодня в Германии осталось очень немного заскватированных зданий, всего несколько штук. Большинство того, что мы видим, когда мы едем там через какие-то города, какие-то проекты, это либо купленные здания через различные фонды, либо, пардон, либо купленные здания, либо здания, которые еще находятся на старых контрактах, но их время истекает. То есть вот эти 30 лет, которые были обещаны тогда, они постепенно превращаются в проекты для гентрификации. То есть люди не получают продление контракта, либо получают какие-то завышенные ценники. Вот, как бы, одна из вещей, которая была спровоцирована развалом ЛГДР. Другая интересная вещь, в принципе, которая тоже известна, я думаю, по большому счету для России, из-за вот этих ультраправых прогромов, о которых я рассказывал, из-за насилия со стороны нацестов в отношении субкультур, в Восточной Германии начала развиваться довольно сильная антифашистская сцена, которая именно заточена была вот на это насилие, на борьбу с фашистами на улицах. И стояла она в относительном контрасте с тем, что происходило на Западе, где антифашистское движение было уже довольно хорошо сформировано, но при этом тоже обладало куда более абстрактными концепциями борьбы с фашизмом. Вот. Что еще интересно, что в 90-х вот это антифашистское движение возрастило несколько поколений, которые, в конце концов, пошли в политику, часть из которых начала как бы лоббировать, можно сказать так, антифашизм на улицах. И в 2000-х, в начале 2000-х, когда социал-демократы пришли к власти в федеральную, ну то есть во всей Германии с зелеными, появилось огромное количество антифашистских проектов, спонсируемых государством. То есть мне, например, рассказывали, что были какие-то НГО, которые просто формировались на ходу из антифашистских групп, и за этот счет начали получать там какое-то бабло спонсируемое и таким образом как бы поднимать антифашистскую движуху. Понятное дело, что все это привело к быстрому развалу, когда ЦДУ, ну типа, ЦДУ, да, христианские демократы, ХДС, Меркель пришли к власти обратно в середине 2000-х, и все эти НГОшные проекты очень быстро развалились из-за того, что не было финансирования. То есть такой антифашизм правительственных долгов, в принципе, не выдержал политической конкуренции, можно так сказать. Вот, помимо этого антидойчи, я думаю, все о них слышали, движение тоже появилось в начале 90-х, появилось из довольно интересных протестов, с одной стороны, против развала ГДР, то есть были коммунистические группы, которые на Западе протестовали против того, чтобы ГДР пало, или там правительство ГДР развалилось, из-за того, что в свое время была концепция, если Германия воссоединится, то может быть такая же проблема, как и раньше, что придут нацисты к власти, придет, опять же, централизация, которая объединит немецкую нацию с очередной какой-нибудь целью, захвата мира, вот, с другой стороны, эти группы как бы активно форсировали тот факт, что ГДР-то, если развалится, то будет усиление, в принципе, правого правительства в Германии, что позже и произошло. Вот, понятное дело, что их протесты как бы никто не слушал особо, в результате ГДР развалилась, присоединилась к ФРГ, но группы эти остались коммунистические, которые перешли от критики ГДР, критики в развалы ГДР, перешли к непосредственному участию в... надо по-другому сказать, продолжили участвовать в каком-то левом радикальном движении, и на тот момент их фокус как бы сместился вот с этого ГДР, реальная социалистическая страна, к национализму, то есть Германия воссоединилась, национализм, как я говорил, начал подыматься, и одна из причин, которую люди видели, одна из проблем, которую люди видели на тот момент в немецком обществе, был национализм, который они связали внутри левого движения также с поддержкой каких-то национал-освободительных движений в других странах, то есть появилась критика того, что левые движения, в том числе анархисты, довольно некритично поддерживают чуть ли не всех там каких-то партизан, я не знаю, сантинистов и так далее по всему миру, что я вижу на самом деле довольно позитивной критикой на тот момент, но постепенно эта критика превратилась в какой-то ад, в результате концу 90-х в принципе сформировалось то, что мы знаем, как сегодняшние типо типичные антидойчи, которые там бегают с израильскими флагами, вот. Что еще интересно было, что на тот момент довольно много конфликтов было с антидойчами, то есть очень много различных групп участвовали в конфликтах, начиная от коммунистов, заканчивая анархистами, которые не принимали всю эту идеологию в 90-х, но постепенно участие на самом деле антидойчи в антифашистском движении либо в движении автономов нормализовалось, можно так сказать, и сегодня, хоть вам и могут сказать, что антидойч движения нету в Германии, на Востоке движение очень сильно укоренилось, опять же за счет этого дискуссии там сильной Германии, национализма, бла-бла-бла, и фашистов, вот, такая история антидойч движения, и сегодня, если мы будем говорить о каких-то, если, как я буду говорить о других каких-то движениях, мы можем увидеть, что влияние этой идеологии на самом деле распространилось чуть ли не на всю, не на весь спектрум каких-то левых групп, в том числе и анархистов. Что касается анархизма, в период там развала Стены и начала 90-х, в целом, хотя и было вот это пацифистские какие-то группы, но какого-то серьезного анархического движения на тот момент в Германии не было. В целом стоит отметить, что Германия с анархизмом в довольно сложных отношениях, отчасти я вижу это еще и с тем, что есть там, например, сильное социал-демократическое движение, есть сильные какие-то левые группы, которые там троцкистского толка и так далее, вот, а отчасти еще и с тем, что анархистская традиция в целом в Германии не особо сильна и была довольно успешно, в принципе, искоренена в ГДР, если мы говорим о Восточной Германии. Вот. Что касается движения автономов, о котором, я думаю, многие слышали, сегодня о них, об автономах не особо сильно говорят, в свое время это было куда более такое вау, среди анархистов, по крайней мере, в Беларуси, движение автономов зародилось в Западной Германии, то есть во время ГДР, в принципе, в Восточной Германии автономов не было, зародилось оно из различных, так сказать, конфликтов внутри ФРГ. Что касается ГДР, то, в принципе, большинство автономов к моменту развала ГДР находились где-то на границах Берлина, в результате после развала автономовское движение очень быстро распространилось на Восточный Берлин, начиная там различные проекты. Что касается, скажем, региона, где я живу в Саксонии, то здесь об автономах почти вообще ничего не знают. То есть как бы начиная с 90-х и по сегодняшний день автономное движение, в принципе, не присутствует. И насколько я знаю, в большинстве земель Восточной Германии какого-то такой аффилиации с автономами почти ни у кого нет. Также стоит отметить, что, в принципе, начиная с 2010 года автономы идут, ну, само движение идет на спад, и остается все меньше и меньше людей, которые реально заинтересованы этой идеей и как бы хотят продолжать борьбу в этом направлении. Что касается идеологии, то тут есть смесь анархизма, смесь какого-то автономизма итальянского, вот, и прибавленная там различными идеологиями вокруг эксплуатирования, создания автономных пространств и так далее. Что касается радикальных левых, это довольно интересная и большая тема, по крайней мере для меня, потому что в Германии, кого ни спроси, все здесь радикальные левые, и само понимание того, что радикальные левые, оно абсолютно абстрактное. То есть это не какая-то политическая, там, я не знаю, идея, которая представляет, там, какой-то свод целей, которые люди пытаются достичь. Вместо этого это некая абстрактная группа людей, которые, с одной стороны, в некоторых городах представляют субкультуру, грубо говоря, то есть люди, которые не особо политикой заинтересованы, но где-то там угорают по графитосам, угорают по антифе, и в результате становятся радикальными левыми. А так в эту среду радикальных левых включают, начиная от каких-то социал-демократических групп, молодежных, да, там, и заканчивая какими-нибудь там маоистами, сталинистами, всех этих считают радикальными левыми, при том, что в Восточной Германии также принято считать, что анархисты радикальные левые, то есть вот вся эта, грубо говоря, авторитарная банда, да, из сталинистов, маоистов, троцкистов, видит себя частью, в принципе, общего движения с анархистами. Вот, а если ты начинаешь на это указывать, то появляется такая, типа, блин, человек пытается расколоть движуху и так далее, что в свою очередь, по крайней мере для меня, было очень интересно, потому что в Беларуси у нас там каких-то марксистов, ленинистов, сталинистов нету, есть пару бабушек, которые ходят там с портретом Ленина и не особо обращаем на них внимания. Вот, в Германии эта ситуация намного относительно другая. Что касается наиболее крупных, каких-то радикально левых групп, есть Умсганзе, которая представляет из себя, можно так сказать, пост-анти-дойч сцену. Что это значит? Это значит, что бывшие анти-дойч-группы, которые там раньше рубились чисто по Израилю, стали интересоваться экономикой, стали интересоваться какими-то более широкими вопросами и создали вот такую, как сказать, федерацию антиавторитарных коммунистов. Но при этом для них очень важно определить, что они не анархисты, они радикальные левые, антиавторитарные коммунисты. В зависимости от города группы могут быть вообще сумасшедшими анти-дойчами, либо какими-то такими анархистами-интернационалистами, как в случае, например, с Дрезденом. То есть интересно посмотреть, как будет развиваться в целом, но также очень интересно указать на то, что группа пытается активно как бы повлиять на развитие политических движений в других странах по своему собственному образу. То есть какое-то немецкое представление о том, как политика должна делаться через эту мусканцу, транслируется в другие страны. Плюс есть интервенциалистические левые, которые не ищут простых названий. Они являются такой группировкой, в принципе, из, как сказать, уличных левых, которые в свое время очень близко находятся к левой партии Германии. И многие там те же антифашисты, более старшего поколения, считают, что это проект, в принципе, стартанувший из партийных каких-то галуаров для того, чтобы как-то вот создать вот этот мост между уличными протестами, уличными группами и левой партией, и таким образом интегрировать протестную культуру в левую партию Германии. Также есть Рота Хильфо, Красная помощь, одна из крупнейших организаций, в которой состоит там 8 тысяч человек на данный момент. Организация направлена на то, чтобы показывать помощь различным репрессированным заключенным. Представляет из себя тоже интересную историю, потому что как бы давит линию пересечения различных политических течений и поддерживает в том числе, опять же, маистов-сталинистов параллельно анархистам и антидойчим там всяким и так далее. Вот, такая интересная история. Что еще интересно добавить, то, что эти радикальные левые периодически включают и группы из левой партии. Левая партия — это такая формация, тоже очень забавная, потому что сформирована она была из правящей партии ГДР, то есть все вот эти старые функционеры из ГДР, которые там, не знаю, боролись за настоящее социалистическое государство, с одной стороны, и фанаты ГДР из Западной Германии в середине 2000-х объединились и создали левую партию, которая сейчас, например, в некоторых регионах Восточной Германии является правящей партией в земельных парламентах, либо является довольно крупной. Например, в Саксонии они собирают около 20%, в Бранденбурге, это вот земля вокруг Берлина, они являются одной из правящих по коалиции, одной из партнеров по правящей коалиции с социал-демократами и с зелеными, насколько я помню. Вот, такие радикальные левые. Что касается анархистов, анархисты, как я говорил, в Германии не особо огромная группа людей, при этом есть как бы несколько таких больших формирований организованных. Одно из них — это ФАУ, Свободный рабочий союз, который в свое время до Третьего рейха был одним из крупнейших профсоюзов с сотнями тысяч членов. Новая вариация была возрождена в 1977 в Западной Германии, и на данный момент у них около 800 членов состоит, но при этом это не значит, что у них есть состав из 800 человек, которые являются активистами, то есть это больше люди, которые являются какими-то бумажными членами и переводят деньги раз в месяц на работу у профсоюза, что тоже неплохо. Помимо этого есть федерация анархоговорящих анархистов, анархоговорящих, федерация немецкоговорящих анархистов, которая распространяется на Западную и Восточную Германию, плюс они пытаются включить в немецкоговорящие регионы Швейцарии и Австрии. Группа, в принципе, не особо большая, но состоит уже больше из таких именно активистов, то есть у них нету какого-то формального членства, больше участия активистских групп из различных регионов, которые занимаются различными там совместными проектами. Вот они, например, выпускают журнал Гайдау каждый месяц, а на местном уровне занимаются какими-то кучей различных вопросов, которые, в принципе, интересуют их. И именно эти группы. Также есть параллельно вот этой красной помощи АЧК-группы, которые начали расти последние, наверное, лет пять. Из-за конфликтов с красной помощью оказалось, что красная помощь в 90-х поддерживала в соответствии со своей линией оказания помощи различным течением левого движения. Также офицеров штази, которых репрессировали фургешные власти. Вот, и это сказалось относительно негативной популярностью красной помощи, особенно в среде людей, которые были активными в ГДР против режима. И эти люди также участвуют как-то в регенерации больше анархического, анархических фондов солидарности. Что касается за пределом вот этого организованных анархистов, довольно много какого-то анархоиндивидуализма среди молодежи. И люди организовываются больше так спонтанно по аффинити-группам, по каким-то одноразовым, я не знаю, там, протестам, проектам и возвращаются обратно там в какую-то левую абстрактную среду. Такое очень распространено и, в принципе, не несет большую ответственность перед тем, что ты делаешь, но как бы позволяет участвовать в каких-то более серьезных протестных движениях. Совсем недавно народ еще с вот этой федерации анархистов Германии начал проводить туры по Германии про платформизм, но, опять же, из-за довольно сильного влияния анархоиндивидуализма платформизм особо в Германии не приживается. Пока что вполне возможно, что это изменится, но в целом как бы да, то есть есть направление, есть какие-то попытки восстановить и эту идею. Помимо этого, за счет больших протестов там, например, в 80-х, 90-х в рамках ЗОЖ-движения ЗОЖ, неправильно написал, освобождение животных ЗОЖ, в общем, очень много людей, которые организованы в различные группы по протестам против цирка, протестам против довольно жестокого отношения к животным, и эти группы, в принципе, добиваются своего, то есть мы можем увидеть сегодня трансформацию вот этого маргинального какого-то такого представления о правах животных в мейнстрим, и всякие эти веган, потребительская культура являются относительным результатом вот этих протестов за последние 20 лет, 30 лет, и в этих группах активное участие принимают анархисты. Вот, что интересно указать в специфике среди вот этого левого или анархического движения, помимо всего прочего, как бы есть стереотип о том, что немцы дико хорошо организованы, это люди, которые там чуть ли не Эйфелеву башню готовы построить из ничего. Стереотип довольно интересный и трансформируется он в то, что, ну, как бы он имеет под собой основу немецкое движение, как анархическое, так и какие-то другие левые группы, обладает довольно хорошей инфраструктурой, то есть одна из вещей, которую я выучил здесь, заключается в том, что как бы чуть ли не одна из первых вещей, которые ты начинаешь ждать, если начинается какой-то протест или вопрос о создании какой-то компании, это вопрос обсуждения инфраструктуры, типа, как это все будет работать и так далее, и очень часто это превращается в то, что люди зацикливаются, то есть застревают на вот этой инфраструктуре и дальше инфраструктура не заходит. То есть с одной стороны очень хорошее понимание того, что, как делать, с другой стороны довольно большие проблемы о том, почему это делается и для чего это делается. Что еще для меня, например, было интересным, путешествую, например, или участвую в каких-то протестах в Германии, еще до того, как сюда переехать, я замечал, что люди довольно взрослые здесь, то есть это не 18-19 лет, как, например, в Беларуси, в России или 22, а люди перешагивают за 30-ник, за 40 и довольно много таких людей, как восточной, так и в западной Германии. Но что здесь мы не видим, проезжая, это то, что большинство этих людей, хотя и старше, они все равно находятся в таком полу-каком-то студенческом, тинейджерском возрасте, потому что в Германии возможность обучения там вплоть до пока тебе там 50 или 60 не бахнет в университете открыта, в результате люди параллельно учебе занимаются таким же активизмом, в принципе, как и у нас. Другое дело, что у нас университет заканчивается в 23 и начинается реальная жизнь. И с этим такой интересный момент, что немецкое движение в возрасте не из-за того, что здесь намного больше людей, которые вовлечены и остаются в движение надолго, скорее из-за того, что просто чуть больше студентов и студенты чуть старше. Добавить к этому, помимо того, что это люди студенты, люди также являются в большинстве случаев выходцами из какого-то среднего класса, которые какими-то прямыми непосредственно проблемами не страдают. То есть большинство вопросов, которые там поднимаются или какие-то социальные борьбы, которые поднимаются внутри левого движения или внутри анархистского движения, является не борьбой непосредственно с теми вещами, которые для тебя являются проблемными, а некими абстрактными вещами, с которыми мы боремся больше из-за идеологического соображения, нежели из собственных интересов. Вот. Что еще интересно, что движение восточной Германии очень сильно связано с историей Второй мировой войны и нацистами. с одной стороны, это какие-то праздники по поводу того, что закончилась Вторая мировая война, например, 8 мая тут чуть ли не вся антифа местная бегает, прыгает, радуется жизни. В Берлине левые проводят шашлыки там с водочкой рядом с российским посольством, потому что это так охуенно, что типа нас освободили и называют это все день освобождения. С другой стороны, антидойчи всякие, которые бегают там с американскими флагами и в костюмах статуй свободы в Дрездене и кричат, что да, там заебись нас освободили, спасибо Франции, Великобритании, спасибо Советскому Союзу и тому подобное. С другой стороны, история, например, с какими-то такими традиционными анархическими мероприятиями, типа 1 мая, здесь воспринимается абсолютно по-другому, потому что 1 мая в Германии впервые как праздник был введен нацистами, и из-за этого нацисты очень активно на 1 мая выходят на всякие демонстрации, марши, радуются тому, что 1 мая, 1 мая, не выучили, понятное дело, историю в школе, но как бы из-за этого 1 мая в Германии превращается во многих городах в протесты против нацистов, если ты в них не участвуешь, то представляешь из себя каким-то там маргиналом, долбоебом, который не понимает, как все работает в Германии, поэтому часть групп, например, которые пытаются что-то организовать 1 мая, не только в восточной Германии, но и в западной, выглядят именно такими какими-то странными, не знают, что делать в жизни, вместо того, чтобы нацистов там блокировать, они говорят о каких-то рабочих правах и так далее, о правах рабочих и так далее. Вот. Я тут заметил вопрос, но вопрос отвечу, думаю, в конце тогда. Что касается международного участия немцев, тут тоже, я думаю, многие из нас с этим сталкивались, немцы, в принципе, они повсюду, такая ситуация, что куда бы ты там ни приезжал в какие-то протестные лагеря по всей Европе, типа немцы постоянно тусуются, приезжают какие-то активисты и так далее. Связано это с одной стороны с довольно высокой мобильностью, в принципе, в Германии культура того, что ты гоняешь там постоянно по всей Европе, гоняешь по стране, очень сильно развито, развито еще и с тем, что люди ездят на машинах вовсю, тут и там, вот, и в результате как бы сам факт того, чтобы погнать, я не знаю, там в Грецию на какой-нибудь но бордер кемп для немца не представляет никакого особенного такого путешествия, как, например, там, я не знаю, для белоруса или русского собраться и россиян собраться и поехать, там, я не знаю, на пару недель на протестный лагерь, это реально там пиздец приключение, вот. Что еще интересного? Интересного. связано, ну, вот это вот как бы путешествие стоит еще воспринимать и в таком контексте, что многие люди, которые приезжают из других, из Германии в другие страны не являются какими-то турбо-там, активистами, которые заинтересованы в этих протестах, очень часто это может совпасть, например, с отпуском, да, человек едет в Грецию отдохнуть и параллельно этому в принципе поучаствовать в каких-то там протестах, посмотреть, что к чему происходит, я, например, очень часто сталкивался именно с таким, даже не рай туризмом, как мы это знаем, чем-то, что обзывают здесь холидарити, что, мол, гоню в отпуск и покажу, какой я там офигенно солидарен там с греками или солидарен там с итальянцами, заеду, поторгую лицом и уеду там через полчаса просто вот за счет того, чтобы показать, что, или сказать, что, знаете, такое чувство, сделал все, что мог, пришел, посмотрел, ушел, может, скинул там 50 центов, получилось охуенно. Что касается синдикализма, тут тоже интересная история, ФАУ, ФАУ, как я уже говорил, свободный, анархистский профсоюз, свободный профсоюз рабочих Германии, они занимаются форсированием анархосиндикализма активно, они также являлись частью Международной ассоциации трудящихся до какого-то момента и в свое время за счет участия на международной арене развалили этот Международную ассоциацию трудящихся из-за того, что их какие-то более такие догматичные анархические группы, в том числе, кстати, российская Красмат, посчитали реформистами, вот, и ФАУ за счет того, что, окей, вы считаете нас реформистами, мы как бы создадим свой международный профсоюз, международное объединение, которое будет лучше вашего там и без Магида, вот так сказать, Магида этот, Дамье. в результате современный Международный союз трудящийся как бы развалился и сейчас создается какое-то новое объединение, которое будет там представлять какие-то другие анархистские профсоюзы, посмотрим, что из этого получится, но как бы вот уровень влияния, в принципе, на международную анархический синдикализм довольно высокий, вопреки тому, что внутри Германии как бы особо такого влияния на развитие политическое ФОУ не обладает, если смотреть так совсем жестко. Вот. И чем еще занимаются, помимо всего прочего, левые и как бы анархисты тоже занимаются довольно таким агрессивным экспортом политических идей, как я это уже говорил до этого, одним из самых таких наверное интересных и ярких примеров является вопрос опять же по поводу Израиля антидойчи, да, я не упомянул этого, но большинство анархистских групп в Германии в той или иной мере являются антидойч-группами, то есть если вы встретите там, например, каких-то анархистов из Германии тут и там, то велика вероятность, что они будут в какой-то степени разделять идеологию антидойчи или там разделять перспективу на конфликт в Израиле, вот, и если говорить об экспорте каких-то политических идей в этом плане, то немцы активно пытаются всех убедить, что они не правы по поводу поддержки там какого-то, я не знаю, рабочего движения Палестины или просто солидарности, блин, с людьми, которые борются в Палестине и убеждают они это, в принципе, некоторых людей успешно, в свое время рассказывали ребята о том, что в Греции появилось антигрик движение с таким же контекстом против там греческого империализма и за поддержку там Израиля, все дела, и таким же образом идет влияние там, на какие-то французские профсоюзы или на поляков по поводу такого же вопроса, то есть люди не просто как-то придерживаются своих идей, но и активно пытаются эти идеи проталкивать, что в принципе является для многих антарктических движений неким логичным шагом, то есть, насколько я знаю, там белорусы тоже гоняют и рассказывают, как все заебись в Беларуси, но с другой стороны, что я, например, замечаю с нашей стороны, какого-то восточноевропейской, все-таки уровень попыток понять, что происходит и как бы научиться чему-то чуть выше, чем в Германии, которая занимается в некоторой степени образованием остального мира.